Обещаю вам немножко мотанализа на ночь, в пятницу, вечером. Ну, какого-нибудь такого лайтового. Пульт. О, теперь работает. О, поехало все, круто. Да. Да, ну, это к гуглу, да. В общем, меня зовут Игорь Томощук, я работаю в компании USCAN. Я занимаюсь платформенной разработкой. У нас в компании появилась недавно такая команда, которая занимается разработкой платформы. Что такое платформа? Это набор инструментов, который позволяет программистам создавать, собственно, непосредственно продукт намного эффективнее. Мы с коллегами занимаемся всякими такими штуками. То есть, если нужно настроить CI-процесс, вот это к нам. Вот, примерно так. Значит, компания USCAN – это украинская продуктовая компания, которая занимается мониторингом социальных медиа. Компания существует несколько лет. Лидеры на рынке СНГ в разных категориях. Вот у нас много всяких клиентов. Почему я говорю, почему я рассказываю, чем занимается компания? Чтобы было примерно понятно, был примерно понятен класс задач, которые нам приходится решать. Значит, наши клиенты – это всякие там, как это называется, коммерческие службы разных компаний. Мы мониторим все, что происходит в социальных сетях. И эту информацию, с помощью этой информации помогаем людям делать их бизнес. С помощью аналитики, с помощью всяких там, какого-то службы быстрого реагирования на какие-то там странные факапы в социальных сетях. Вот, тут вот такие крутые детализованные скриншоты наших продуктов. С точки зрения внутреннего устройства, мы перерабатываем большие, не сказать, что огромные, но существенные объемы данных в реальном времени. Мы все это дело обсчитываем, индексируем, строим какие-то отчеты. Система в основном написана на дотнете. У нас есть еще ML всякие разные, которые не на дотнете написаны. Мы все это связываем в цепочку, в длинный пайплайн. В общем, хардкор-хардкор. Как говорит Серега, много дичи. Да. Ну, потому что, да. Ну, потому что вы найдите ML специалиста, который занимается на дотнете. То есть не приспособлена платформа для ML. То есть, как бы, так получилось. Там питон, там математика и все такое. Да, это не про дотнет. Значит, с точки зрения архитектуры, наша система не является сборищем микросервисов. Но я бы хотел порекомендовать вот эту книжку. Вот она недавно мне в руки попала. Она очень короткая, там 173 страницы всего. Написала ее барышня, которая работала в Uber, которая занималась тем, что попыталась там их тысячи микросервисов как-то обуздать, как-то вот этот хаос весь упорядочить. Чем эта книга хороша? Она определила такое понятие, как production readiness. То есть все, ну, все имеют дело с продакшеном, да, то есть все же, надеюсь, пишут системы, которые где-то в продакшене живут. Вот. И как определить, что такое система, готовая быть продакшен системой? Вот как в моем понимании, и как потом это понимание расшифровывается в этой книге, это система, которая в принципе работает, не падает и никого не волнует, и приносит деньги. И вот автор книги, она определила вот такой чек-лист, да, что такое продакшен readiness стандарта. И вот там, среди прочего, там стабильность, надежность, масштабируемость, устойчивость к падениям. То есть если падает, то если мы фига-фига в продакшен, это хорошо в том случае, если мы умеем быстро из этого непонятно чего восстановиться. То есть это хорошая парадигма, ну при условии, если мы умеем мягко падать. Она должна быть производительной, она должна быть понятной всем, то есть никакие знания не должны теряться. И вот я выделил жирным, вот важный, ну такой, то, о чем мы дальше будем говорить, это она должна быть, как бы так сказать, ну вот на русском это видимой, наблюдаемой. Observability это такое свойство, которое определяется как способность оценить внутреннее состояние системы по ее внешним признакам. Что если в системе что-то происходит не так, это должно быть видно, грубо говоря. Или наоборот, если в системе все хорошо, то мы должны это понимать. И дальше я попробую, собственно, вот этот Observability, вот эту развернуть и показать вам пример на датнете. Любая система, как бы свойство Observability, оно достигается с помощью хорошей качественной системы мониторинга. Любая качественная система мониторинга состоит из трех частей. То есть мы должны выделить и уметь собрать все важные сведения о системе. То есть, ну тут, например, логи, да, чтобы было понятнее. Вот, логи все пишут или не все? Кто пишет логи? Супер, отлично, все понимают. Дальше что с этими логами делать? То есть, да, вот, отлично вопрос. То есть, логи, да, и всякая прочая такая информация диагностическая, она переходит на следующий этап, эти логи должны быть видимы. То есть, их хорошо читать, когда у нас есть хороший инструмент для чтения. А лучше их не читать лишний раз, а просто смотреть на дэшборды. Вот лучше дэшбордов, как бы считается, что ничего не придумали. То есть, круто визуализируется состояние системы. Но, сами по себе дэшборды, они тоже ничего не значат с точки зрения надежности системы. И третий, третий как бы стадия, третий этап, куда все вот эти логи, вся наша информация приходит, это система алертов. То есть, то, что на дэшборде что-то валится, мы видим какой-то там чарт, что там уровень ошибок зашкаливает, но сейчас в 2 часа ночи никто не реагирует и не знает, как реагировать, ну, как бы зачем такой дэшборд? То есть, ну, на телевизор вывести красиво, да. Ну, а по-хорошему должна быть система алертов, какой-то статус пейдж, там целая иерархия этих статусов, с которыми нужно уметь работать. И желательно не просто алерты, а какие-то, а к этим алертам должны быть привязаны какие-то workflow, как называемый incident management. То есть, если что-то случилось, то все должны знать, кого позвонить, кому позвонить, по какому чек-листу пройти, как исправить и так далее. Это отдельная тема для разговора, вообще как бы incident management. Вот мы сейчас у нас в компании пробуем это внедрить с разной степенью успеха, в общем, но это не в рамках этого доклада. Дальше, в общем, мы будем сейчас говорить о том, как построить вот эту триаду конкретно в разрезе метрик. Но что такое метрики? То есть, мы говорили про логи, мы говорили про метрики, а чем они отличаются? А, ну вот, собственно, я как бы к предыдущему моему спичу, вот слайд, да. То есть, алерты важны для incident management, и еще мы по статистике алертов можем считать, например, всякий SLA, да, то есть, можем говорить, что наш сервис был uptime 25% времени. Вот это, как бы делать какие-то выводы. Да, мы говорили про логи, я там сказал про метрики, то есть, я буду дальше про метрики рассказывать. Ну, вот интересно, вот такая хорошая картинка, которая показывает, из чего, собственно, строится система мониторинга, из какого типа данных. Значит, логи мы все знаем, да, то есть, логи – это что случилось и когда. То есть, это лог каких-то событий в системе, мы что-то там пишем, приделаем timestamp, и все это складывается в какую-то базу, или не в базу, или просто в какой-то там сторож, куда можно посмотреть и что-то с этим сделать. В какой-то момент времени, ну, я давайте так спрошу, вот, работая с фронтендом, как часто логи считались бесполезными, и хотелось бы, например, узнать логи по какому-то конкретному реквесту. Вот, какой-то юзер пришел, да, он что-то там нажал, говорит, у меня-то я нажал, все пропало. Что он нажал, как это прошло по нашей системе, мы хотели бы это узнать из логов. В это время мы начинаем придумывать всякие там correlation ID, начинаем пробрасывать контекст, вот этот, который через всю цепочку наших вызовов, и в этот момент появляется трейсинг. Вот, то есть, это те же логи, но как бы в рамках какого-то реквеста. Они могут быть с таймингами, по этим реквестам можно отследить, как какой-то клик там попал в базу данных, что там случилось. То есть, и следующее такое, как бы, что мы еще хотим сделать с нашими логами, мы в какой-то момент хотим посчитать количество строчек в логах, которые отвечают какому-то паттерну. Например, что там 502 ошибка, да, вот, и мы там пишем какой-то там греб, там что-то там посчитать, там количество строчек, и хотим график нарисовать. Вот тут появляются метрики, то есть, это те же логи, но они еще агрегированы, то есть, как в сиквеле, вот мы что-то там, select что-то там, grow by, например, error number, да, и мы сразу видим, вот, как-то, как сгруппированы, можем каунты посмотреть. Вот такая вот, как бы, система мониторинга строится из трех таких вот компонентов, логирования, трейсы и метрики. Поговорим про метрики. Значит, метрики, на самом деле, это очень простая система. Знаете все, что это такое? Это когда в самолетах вот ходят эти бортпроводники, так, клац, 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 типа, все зашли или не все. Вот, все метрики, на самом деле, состоят из двух типов, бывает всего двух типов. Это простые каунтеры, они, они очень простые, то есть, когда случается какой-то запрос, мы что-то там увеличиваем, обычно инкременты. Они чем хороши, что мы можем эти инкременты собирать с кучей разных машин, с кучей разных функций, а потом их просто складывать и выводить какую-то одну большую диаграмму, например, с какого-то кластера, с какой-то фермы. Потом, зная количество, мы можем оценить, как это количество меняло за единицу времени, тем самым получить, например, количество запросов в секунду. И вот скриншот там одной из наших систем, вот какие-то там запросы в секунду, три хоста, и они, что интересно, они как бы стекот сделаны, то есть, вот они как раз суммируются. Каждый следующий график – это сумма каунтера с какого-то каунтера плюс всех предыдущих. И мы по самому верхнему можем оценить, например, общую статистику. Очень простая метрика и часто очень эффективная. Следующая метрика, которая, я как говорил, всего две, ну и вторая заключительная метрика – это измерение, то есть, любое измерение. То есть, мы производим какое-то измерение, и куда-то его записываем, как-то нам потом с ним надо работать. Вот тут начинается самое сложное. Вот я не зря такой график написал, вот тут, кому не видно, это средняя температура в больнице. То есть, мы пришли, всем температурой измерили, записали табличку, и там каждый час сделаем измерение, и строим график. Какие выводы мы из этого можем сделать? Ну, никаких. И, в принципе, говорят, что это антипаттерн. Говорят, что нельзя среднее считать по измерениям. Говорят, нужно медиану считать. И тогда все будет хорошо. Ну, типа, мы работаем с случайной величиной, давайте оценим с помощью медианы. Отлично, вот посчитали медиану, теперь все правильно. Правильно, но бесполезно, потому что тоже ни о чем не говорит. На самом деле, когда мы работаем с измерениями, нам важно оценить распределение в целом. То есть, вот, примерно вот таким вот образом. Это с какого-то метеорологического сайта, значит, статистика о том, как менялась температура, а когда случались какие-то переходы какой-то температуры, и вот как они как-то там с годами накапливались. Такой график называется гистограммой. Рассчитывается он очень просто. Когда случается какое-то событие, мы на самом деле находим, в какой интервал это попадает, а в этом интервале у нас каунтер. То есть, все наши измерения, они нам важны не сами по себе, а с точки зрения своей позиции на вот этом графике. Позиция строится по высоте вот этих столбиков. А высота столбиков – это обычные каунтеры. То есть, на самом деле, не так же сложно. И работая вот с такими гистограммами, мы можем получить какую-то информацию уже более полную. Мы можем оценить характеристику этой выборки. Например, что вот как-то если так прикинуть на глазок, медиана будет где-то в районе 36-38 градусов. А все знают, как медиана считается? Давайте я быстренько расскажу. То есть, медиана – это такая очень простая штука. Если у нас есть серия измерений, нам нужно отсортировать ее в каком-то любом порядке. Медиана – это слово «центр». Потом нам нужно найти то значение, которое ровно посередине. Такое значение, чтобы 50% в этой выборке было меньше, а 50% было больше. Это как бы такая правильная альтернатива среднему арифметическому. И она чем хороша? Вот если мы вернемся к этому графику, вы видите, что она вот эти все всплески просто сглаживает. У нее такое свойство. То есть, есть хорошая история про медиану, как вот сидят в комнате 19 человек, который получает по 10 долларов в месяц зарплату, а один получает 10 тысяч. И как оценить общий доход вот этих 20 человек? Может, если посчитаем среднее, то там получится как бы ничего. То есть, мы возьмем 10 тысяч плюс 9 умножить на 90, поделим на 20, круто получится. А если мы возьмем медиану, то есть, мы их отсортировали, этот топчик остался в топчике, взяли серединку, оказалось, что 10 долларов в принципе, как бы вот средний доход. И вот эта оценка позволяет нам как-то более корректно воспринимать действительность. Какие бывают еще способы, как еще можно одной цифрой оценить эту выборку, можно кроме медиана еще работать с другими квинтилями, делить, например, не по 50 процентов, а делить, например, по 95 процентов. Тут уже очень, если мы вернемся к нашим людям, которые зарплату получали, представьте себе, что у нас там 20 человек, из них там трое, у троих хорошая зарплата, у троих маленькая, и мы как раз вот это 95 процентиль считаем, вот то, что называют, по 95 проценту. И мы увидим, что вот в тех 5 процентах там будет высокая зарплата. А вот, то есть, мы найдем, как бы, значение у нас 5 процентиля, это будет самая низкая зарплата среди самых богатых, грубо говоря. То есть, это тоже нам о чем-то скажет. Мы поймем, как живет топ-5, топ-5 вот этих вот людей в этой комнате. С точки зрения, возвращаемся к нашим системам. Вот здесь тоже график из нашей системы. Я оценивал продолжительность запроса, request duration. И здесь я построил график, как бы два графика сразу. Ну, как бы, давайте вернемся, что это такое. Если мы будем каждую секунду вот эту гистограмму куда-то записывать и оценивать, как меняется, то есть, каждую секунду какой-то запрос делается, и вот это распределение у нас всегда плывет. И мы можем каждую секунду вычислять какую-то там медиану и строить точку на графике. А потом просто их соединяем. Вот получается примерно такая картина. И здесь, видите, зелененькая и красненькая. Зелененькая это у нас… А, тут не подписано. А, не подписано. Вот это та самая медиана. То есть, она говорит, что в среднем у нас вот какая-то продолжительность запроса где-то там 200 миллисекунд. Отлично. Но, если мы построим… Если вот это отсечение сделаем по 95%, мы получим, что у нас 5% запросов, они вот в среднем примерно за 900 миллисекунд, ближе к секунде. Если мы возьмем вместо 95-99%, тогда мы начнем отлавливать вообще самые медленные запросы, которые вот у нас случаются в нашей системе. То есть, нам важно оценивать не просто как бы среднюю производительность, но нам нужно знать, как ведут себя самые медленные запросы. Потому что в среднем все хорошо. Возвращаясь к палатам, то есть, средняя температура по больнице, она в принципе хорошая, 36,6. Но нам важно найти вот этих людей, у которых 38 и 42. И в случае, если 42, то это должен срабатывать алерт какой-то. Вот у вас там 42 градуса есть. О, это уже демо. Слушай, как хорошо. Так, ну, вопросы есть пока по вот этому? Тут немножко такая вводная. Я хочу показать теперь, как я в коде вот эти штуки считаю, как эти графики были построены. Вопросы? Нет? Отлично. Код давайте. Все. Значит, как я уже говорил, мы в самих метриках, мы эти метрики как-то собираем, потом должна быть какая-то система, которая вот она вот умеет как-то вот их так сложить и построить графики, да, алерты сделать. И в качестве такой системы я хочу показать, как работает система Prometheus, чем она замечательна, тем, что она требует в принципе минимум действий вот от вас как от программиста для того, чтобы начать использовать ее в коде. Так, тут уже включено, да? Отлично. Вот давайте я начну, собственно, с кода. Вот смотрите. То есть я в качестве демонстрации написал небольшое такое приложение, которое пингует Google. И мы замеряем вот продолжительность, сколько пинг идет, да, до Google. То есть я тут запустил сотню тасков, каждый таск вот в таком вот цикле, он там что-то фигачит в Google. Да. И обратите внимание, ну тут, собственно, сам цикл очень простой. Да, я вот в цикле делаю пинг. Но вокруг вот этого пинга у меня куча всякого интересного. Во-первых, любой, каждый запрос, да, у меня как-то… А, давайте я вернусь вот сюда. Вот смотрите, для того, чтобы начать использовать Prometheus в своем приложении, есть такая библиотека хорошая Prometheus.net, она предоставляет все базовые абстракции для того, чтобы начать собирать как каунтеры, так и гистограммы. Вот я здесь, собственно, инициализирую вот эти вот структуры, то есть вот у нас количество запросов, количество ошибок и продолжительность запроса. Продолжительность запроса к гистограмму, остальное все обычные каунтеры. Запустили, и оно у нас что делает? Любой… То есть пришел запрос, каунтер увеличивается. Случилась ошибка, каунтер увеличивается. В то же самое время для любого запроса, успешного или нет, я записываю, за какое время этот запрос произошел. Понятно, да? Вот такой обмен. Тут еще немножко там логов вывожу, но это я для… 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 для демо. Давайте попробуем это запустить. А чтобы запустить, я немножко расскажу, как это у меня все построено, ну, как бы из чего будет состоять мой демонстрационный стенд. А, кстати, давайте вернемся. Система Prometheus, она работает по пул модели, то есть она… вот эти метрики вам нужно просто накапливать в нужных структурах, и потом вам нужно эти метрики каким-то образом отдать во внешний мир. И, собственно, в самом Prometheus.net есть вот такой, типа, метрик-сервер, ты ему говоришь на комп-порту, запустись, и он по вот этому… вот этот маленький сервер, он, собственно, эти метрики будет отдавать по обычному HTTP протоколу. Есть версия для встраивания в AspNet Core, то есть когда у вас уже есть проинициализированный какой-то там веб-апи, и вы просто добавляете его, как один из роутов, добавляете еще и метрики, да, то есть у вас там апи какой-то полезную вещь делает, плюс метрик отдает. Я покажу, как это сейчас будет выглядеть. Значит, собственно, сама демонстрация, она будет состоять вот из моего приложения, то есть я все буду собирать с помощью трех докер-контейнеров, в одном из них будет наше приложение, в другом Prometheus, а в третьем – третий компонент. Значит, все очень просто. Вот третий компонент, графаны – это система, которая просто умеет графики красиво рисовать. Я для того, чтобы… Что такое Prometheus? Давайте, чтобы понять, что такое Prometheus, глянем конфиг. Здесь есть два таких важных параметра. Scrape Interval. Это интервал, с которым, собственно, сам Prometheus будет ходить на эту урлу и снимать вот эти метрики, которые вы накопили с момента последнего вашего визита. И вот другая секта – это Scrape Config, в котором в самом простом виде просто перечисляются все хосты, куда надо сходить эти метрики забрать. Система на самом деле гораздо более гибкая. В этом месте можно подключить систему Service Discovery. То есть если у вас сервисы, которые там деплоятся, все приложения, они еще автоматически где-то прописываются в какой-то базе специальной, то Prometheus, он просто все новые сервисы будет подхватывать и читать с них метрики. То есть у нас такая система настроена, и нам практически ничего не нужно делать, то есть какие-то конфиги, что-то там переконфигурировать. Любой новый сервис, он гарантированно свои метрики будет доставлять до ближайшего Prometheus. Система Prometheus состоит из нескольких компонентов. Это, собственно, скрепинг, это база данных, куда он эти метрики складывает, и там какой-то простой фронтенд. Он очень простой, мы на нем сильно заостряться не будем. Но в качестве демонстрации я покажу такую систему графана, которая будет ходить в эту базу Prometheus и рисовать наши графики. Давайте запустим, что ли. Так, у нас тут есть… А, Майк, давайте сбилдим. Так, у меня там уже, в принципе, все готово, и давайте запустим. Так, вот он запускает три наших сервиса, они начинают там что-то писать, там выше Prometheus запущен, и вот мы видим, как наш демо-сервис пишет какие-то пинги. Он графана что-то написал. Отлично. Давайте теперь посмотрим, посмотрим, что это… То есть система оставляем работать, посмотрим, как это выглядит с точки зрения продакшена. Так, если мы вернемся к… Конфигам мы видим, что метрики отдаются по порту 56.56. Для таких целей… Вот я тут сейчас в браузер один. Так, ничего нет. Ничего нет, потому что метрики отдаются не прямо с порта, а с какого-то там, с пути. Вот. О, смотрите, как мы видим, они отдаются. Сейчас немножко по… Ой, давай, давай. Вот, вот. Вот смотрите. То есть напоминаю, мы там считали три параметра. Количество ошибок, количество запросов и распределение времени самого запроса. Значит, вот у нас, если мы будем делать рефреш, мы видим, что количество запросов в принципе увеличивается. Отлично, каунтер работает. Количество ошибок у нас в принципе зафиксировано. И дальше мы видим вот эту самую гистограмму, которую я показывал на предыдущем слайде. То есть какое-то дробление по каким-то столбикам. И мы видим, как вот это все, как вот эти значения попадают в нужный бакет, в нужный каунтер. Отлично. Следующий компонент, который вот у нас в… Это сам Prometheus 9090 порт. Давайте сходим туда. Вот, супер. Это очень такой простой фронтенд у него. Тут можно оценить, что в нем есть. Можно писать какие-то запросы. Давайте посмотрим, что у него есть. Тут есть какое-то… Вот, например, количество… Давайте количество запросов посмотрим. Вот если я сделаю просто экзекьютер, он говорит, вот, 236. То есть это те запросы, которые вот с нашего HTTP endpoint, они сюда пришли. Давайте попробуем это отобразить, как это все во времени происходило. Каунтер у нас увеличивается. То есть, ну, как бы… И нам, в принципе, увидим, да, количество запросов, выполненных систем, оно растет. Но нам это неинтересно. Давайте попробуем это все дело отрейтить. То есть посчитать скорость изменения этих запросов в течение какой-то минуты, например. Вот я такой запрос пишу. О, смотрите, какой график крутой получился. Если мы оставим это подольше поработать, то мы сразу будем видеть, как у нас меняется количество запросов во времени. третий компонент, наверное, самый такой интересный. Это графана. Я сейчас посмотрю, там порт какой у нас. 3000. Отлично. Давайте пойдем на порт 3000. Вот такая система. Это система, в принципе, с которой все программисты работают. То есть мы… В сам Прометеус редко кто ходит. Мы с одной стороны пишем код, который метрики пишут, а с другой стороны ходим в графан и смотрим, что там получается. Прилогинились. Тут у меня есть… Я немножко… Я не буду показывать, как сами дешборды настраиваются, но вот уже есть готовый дешборд. О, смотрите. Значит, у нас то же самое количество реквестов в секунду. И вот это средняя продолжительность. Ну, тут как бы как средняя, ну, я, да, видите, немножко это… Четырил. И вот самое интересное, да, вот если посмотреть, у нас тут по количеству ошибок такое маленькое сердечко висит, да, и тут же выше у нас есть такая… Ну, я как бы отдельным блоком вывел. Это наш, как бы, статус нашей системы. Я на вот эту метрику, на рейт ошибок навесил специальный алерт. Это делается достаточно просто. То есть мы в… Ну, как бы в свойствах вот этого графика… Это встроенный функциональный со самой графаны. Я сказал, вот добавил алерт, который там каждые пять секунд, он оценивает, что если там среднее количество ошибок превышает 0,0,0,7, то отмечать эту ситуацию как аварийную. Тут же можно настроить нотификации, саму графану можно сконфигурировать, чтобы она слала эти нотификации в Slack, и это будет выглядеть, как когда случится плохое событие, вам придет нотификация, что все плохо. Когда все нормализуется, вам придет вторая нотификация, что все хорошо. Это сильно отличается от способа, когда, например, каждую ошибку мы просто шлем куда-то валом. Случился exception, мы смс-ку прислали, и 50 тысяч смс, что с ним делать, непонятно. В принципе, система в эксплуатации очень простая и очень эффективная. И я сейчас немножко продолжу по слайдам, если можно. Вот. На самом деле, когда мы начинаем мониторить нашу систему, в какой-то момент возникает желание почитать какие-то паттерны мониторинга, то есть, что мониторить, что считать. как бы сами, сама вот эта пара каунт и мешем это один такой паттерн, дальше, что с ними делать. То, что я показал, это, о, что он мне нажимает? Отлично. То, что я показал на демке, это так называемый red метод, это аббревиатура из трех показателей, которые нужно измерять. Это количество реквестов, количество ошибок и request duration. Вот я, ну, всем понятно, да? То есть, этот метод применяется в любом, в любом случае, когда у вас есть вызовы к какой-то внешней системе, к какому-то API, обращение, какие-то синхронные обращения к диску. И, как показывает практика, в 99% случаев ваша система будет тупить не потому, что у вас процессор закончился, а потому, что там что-то отваливается снаружи. То есть, там какой-то провайдер чего-то начинает ошибки слать. Поэтому вот такие, вот этот паттерн, вот эти три метрики, это то, что нужно и можно начинать считать прямо сейчас. Следующий паттерн, очень такой немножко с одной стороны сложный, но знакомый всем, кто занимался сисадминством, это use-метод. Use-метод строится не на оценке внешних каких-то сервисов, о том, как они выполняют твою работу, а скорее на принципе какой-то самодиагностики, когда мы делаем очень просто, определяются ключевые ресурсы, что является ресурсом в нашей системе. Часто это со стороны сисадминства, это процессор, память, сеть, вот три параметра. И я уверен, все видели такие метрики, когда мы видим хосты и вот эту триаду, как любой сервер, как у него загружен процессор, есть ли у него память и какой-то трафик идет. И часто бывает достаточно оценить, что если какой-то сервер тупит, что-то с процессором, то значит, что нужно что-то делать. использовать. И вот этот use-метод, он подразумевает, что вам нужно ввести такие ключевые ресурсы и дальше оценить три параметра. Как хорошо этот ресурс утилизирует вашу нагрузку, как не накапливается ли какая-то очередь работы на этот ресурс и собственно процент ошибок, которые приходят с этого сервиса. С точки зрения приложения такими ресурсами является, например, размер тредпула. В каких-то нагруженных Java приложениях, когда там много всяких тредпулов, все знают, что надо тредпулы мониторить, потому что когда тредпул заканчивается, тогда заканчивается все. С точки зрения какого-то стрим-процессинга, это размеры буферов разные, размеры очередей обязательно. Если у вас такая распределенная система с чередями, важно оценивать, как разгребается в вашей очереди. Это второй паттерн. Еще есть такая большая дискуссия в мире на тему того, как метрики собирать. Прометеус, как я показал, он использует полмодель. То есть он чем мне нравится использовать Прометеус, тем, что вам не нужно думать, куда эти метрики идут. Вы просто их накапливаете и кто-то за ними приходит. В отличие от push-моделей, когда вам нужно знать, как их накапливать, как их сохранить, как потом донести до какой-то другой системы. Это, в принципе, актуально для логов, например, как систему доставки логов организовать. И, в принципе, два таких главных конкурента, которые построены на разных моделях, это InfluxDB, это целый стэк инструментов, это специальная база данных и вокруг них всякие утилитки. И Прометеус. Прометеус у нас метрики сам забирает, InfluxDB просит, чтобы в него эти метрики слались. Естественно, у каждого из подходов есть свои плюсы и минусы. InfluxDB работает с метриками примерно как с логами. То есть все, что вы в него шлете, оно не теряется. То есть каждое событие, которое туда приходит, оно сохраняется в какую-то базу, и вы можете строить потом всякие статистические модели, строить какие-то формулы, зная, что самое маленькое событие, все, что случилось в своей системе, самая маленькая метрика, она в этой базе будет. Это одним из плюсов InfluxDB является то, что она не требует, чтобы все с кого нужны метрики собирать, чтобы они были всегда онлайн. То есть пришлют метрики сохраню, не пришлют, не сохраню. В то же самое время Prometheus он очень хорош с точки зрения кода, то есть мы что-то там посчитали, по HTTP это все отдали, но сразу надо понимать, все те графики, которые мы видели, это на самом деле графики построены всякими методами аппроксимации. то есть каждые 5 секунд система забирает эти каунтеры, то есть получается так, что в самой базе сохраняется только значение системы с этим интервалом 5 секунд. Что произошло между этим 5 секундами, система вычисляет всякими методами экстраполяции. поэтому все с чем мы работаем это достаточно точные методы аппроксимации, но в то же самое время это очень простая система для использования. Вокруг этих двух моделей существует дискуссия о том, какая модель лучше скейляться, какая не скейляться. Бывали системы построены на разных моделях с разной степенью успешности. Хорошим бустером в этой дискуссии является IT направление, когда у вас миллиарды девайсов и вам нужно как-то с них собирать метрики. То есть как вы будете собирать? Будете ли вы пулить эти метрики или пушить? Или пускай эти миллиарды девайсов пушат это все куда-то? И вокруг вот этого выстраиваются такие целые схемы с промежуточными гейтами, куда метрики промежуточно накапливаются, откуда потом их все-таки пулят и так далее. Все. Значит, в своем мини-докладе я использовал вот такие источники. Я очень рекомендую по ним пройтись. Они гораздо полнее вам раскроют то, что я рассказал. Собственно, мои контакты и вопросы. Да. Давайте дождемся микрофона, чтобы все попало в запись. Спасибо за доклад. Хотел уточнить, используя промтеус, где хранятся метрики? Метрики хранятся в самом промтеусе есть своя встроенная тайм-сириес база данных. Это в дефолтной конфигурации, то есть они хранятся на диске, там как-то по папочкам разбиваются, какие-то блобики есть. Но в то же самое время можно сконфигурировать промтеус так, чтобы он в качестве тайм-сириес базы данных использовал какую-то внешнюю базу данных, например, тот же инфлюксдб. Вы говорите, он пушит эти сообщения. То есть если я промтеус подключил у себя в системе в дотнете, он у себя где-то их накапливает? А и потом пушит? Это нет, он их никуда не пушит. Их забирают. Их забирают. Вот те три структурки, которые я показал, они внутри это просто трет-сейв переменной, которая там просто инкрементируется и все. Не ляжет ли моя аппликуха, если у меня эти логи когда-нибудь не заберут? Нет, они не накапливаются, там не накапливается лог событий. То есть там счетчики просто увеличиваются значения. Более того, там такой трюк случается, что в какой-то момент эти счетчики могут переполниться. И в принципе я вот не помню, как она то ли в ноль сбрасывает, то ли прямо как с переполнением, такой знак минус и начинаем теперь снизу считать. Но Prometheus именно как серверная часть, они вот такие скачки, вы например деплоите, счетчики тоже сбрасываются, это просто обнуляется. Она такие скачки в принципе обрабатывает вот этими своими экстраполяциями и таких прерываний на графиках никаких нет. Это просто любая структурка Prometheus в коде, это просто какая-то переменная типа по-моему лонг какой-то там. А вы за какой подход? За пуш или за пулс? В нашей системе сейчас мы в принципе сначала пробовали пуш подход. То есть мы использовали InfluxDB, нас это привлестило тем, что сам подход очень похож на то, что мы делаем с логами. То есть мы логи пишем, они где-то накапливаются, потом мы доносим до какого-то эластика, там это все рисуется, графики по ним, там даже и как метрики можно использовать. И нас просто проезжало то, что как бы ну метрики это же те же логи, да, давайте пушить. Но в некоторых случаях у нас InfluxDB ложился, потому что мы слишком интенсивно у него пушили. То есть нужно продумывать, что он может иногда лежать, их нужно как-то накапливать эти метрики у себя в каком-то промежуточном логе, который потом досылать, если ты не хочешь эти метрики пропустить, или там или по UDP как-то их слать, так чтобы не зависеть от вот этого сервиса. И в принципе пуш-модель у нас обрастала какой-то такой инфраструктурой и вот это какая-то получается лишняя церемония была. Хочется код писать, а тут надо вот думать там что-то метрить, то ли у тебя метрики легли-легли, то ли это Influx лег, то ли приложение не пишет, то ли где-то там диск, на диске место закончилось. В то самое время как с Прометеусом получилось очень просто получилось. То есть инфраструктуру никакой не нужно. В принципе библиотека это минимальная, она всю эту магию с гистограммами делает и все. Забирает эти метрики или не забирает, это уже это вопрос внешних акторов. Внешняя ответственность, а не твоя ответственность как разработчика приложения эти метрики куда-то доставить. И в принципе пул модель она мне кажется более простой для внедрения и для программистов. Программисты получается везде должны по ходу расставить фиксацию вот этих метрик? Ну если они хотят знать как их система ведет себя в продакшене, то есть они же хотят знать хороший код написали или плохой то они должны позаботиться о том в каких местах эти метрики нужно считать. Это примерно то же самое как и с логами. То есть хотите знать как система себя ведет но пишите логи в ту же местах. Мы пишем логи все там централизованно у него все пишет впихается в Рэббит передается в ЕЛК но там application insight тот же самое. А вы строите дешборды, алерты какие-то у вас там экшены какие-то. Ну application insight он там все умеет это делать на основе логов. Вот это кстати хороший вопрос у нас буквально такие споры были в команде они всегда такие этот спорт до сих пор не затихают у нас как бы многие достаточно долгий промежуток времени мы метрики считали из логов и этот подход он был очень его главный мотиватор этого подхода в том что вот мы давайте писать все есть какая-то числовая характеристика просто у нас структурный лог давайте циферки добавим и пускай валим в эти логи а потом когда надо мы пойдем построим график все штука в том что а вот этот подход правильно как вы заметили он просит какого-то об фронт размышления о том что мы меряем какие-то паттерны то есть в момент написания кода вы должны знать как этот код будет обмеряться как он потом будет оценивать его продуктивность и на самом деле вот этот второй подход он мне лично кажется более правильным потому что подход навалим а потом разберем он создает ложную иллюзию контроля контроля над ситуацией то есть мы вроде логи пишем и вроде какие-то даже метрики там вся система покрыта этими метриками процент вот это обсервабилити уровень обсервабилити насколько он высок у этой системы и часто бывает такое что в системе что-то происходит и вроде и логи есть и метрики есть и мы там все валим туда в те логи а что происходит непонятно потому что вот этого об фронт как бы продумывание что в принципе может произойти в системе и его не было и поэтому я скорее буду защищать подход что данным нужно метрики считать прямо вот в момент разработки например как мы сразу пишем тесты сразу пишем метрики сразу пишем логи и есть еще один такой хороший момент что на самом деле если вот опять же возвращаясь к нашей системе с логами мы работаем непосредственно с логами то есть как списком каких-то ивентов мы работаем достаточно в очень специфичных кейсах когда нам нужно идти какие-то логические ошибки связанные с каким-то запросом кастомера то есть это даже не ошибочно эта ситуация не отмечена ошибочной просто как отложенная отладка но для в 95% случаев мы используем логи для мониторинга и а я собственно с чего я начал да и получается так что на самом деле в 95% случаев логи не нужно писать то есть если у вас 95% логов состоят просто из случилось событие такое-то точка и дальше такая колонка цифр и вы потом сидите считаете посчитать количество строчек с таким событием оппонентом просуммировать эти циферки то для чего это писать в логе это надо сразу в метрике писать строить нормальные алерты нормальную систему мониторинга и в принципе есть такая рекомендация что хорошая система должна быть молчаливой то есть в логе нужно писать только когда что-то случается когда случается какая-то ошибочная ситуация чтобы потом глядя на метрики что у вас случился какой-то аллер чтобы можно было прыгнуть в логе и посмотреть что случилось но если ничего не случается и логов не должно быть это такой как бы идеальный кейс у меня еще два небольших вопроса использовали вы Zabbix Zabbix у нас используется до сих пор но он используется в основном для мониторинга инфраструктуры то есть там мониторятся сервера процессоры память сеть но у нас есть такой тренд постепенно заменить Zabbix с Prometheus даже для таких железных вещей а для сервиса discovery вы консулы используете спасибо за доклад у меня тоже два коротких вопроса первый можно ли на гитхабе скачать вашу демку которую вы показывали чтобы было дома поиграться она есть да хорошо и второй вопрос можно ли использовать Prometheus например для того чтобы трекать юзер джорни и смотреть какие действия привели к тому что крашнулось приложение скорее нет то есть вы говорите как раз о том самом трейсинге для трейсинга если короткий ответ используют другие системы да они да вот слишком глобально для какой-нибудь не но 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 у них вот буквально недавно да вот новость была что аппликаешь инсайд тоже добавляет функцию трейсинга то есть они да в амазоне там x-ray система какой-то трейсер есть еще в гугле то есть локально зипкинс да зипкин называется да да и там такая целая череда вот если погуглить по трейсинг это отдельная совершенно задача там да там свой инструментарий ну на самом деле как бы если у вас получается в самом простом случае если у вас все запросы проходят внутри какой-то там однородной среды и вы можете контролировать весь pipeline если вы можете какой-то глобальный контекст пробрасывать везде ну это такой вот такой прототип трейсинга он может покрыть много ваших задач да да ну вот да 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 вот вот да ну в принципе тот же зипкин он же строится он тоже качестве бэкэнда тот эластик использует просто он как-то вот умеет вот эти все трейсы автоматически трейсы иди добавляйте там всякие красивые такие чарты строят ступеньки можно по запросам по тайминга посмотреть насколько я понимаю для проминтеза нужно использование какой-то клиентской библиотеки да еще раз для проминтеза нужно использование клиентской библиотеки меня не обязательно или можно какой-то свои 5 просто ему чтобы он сам обрабатывал их можно писать свой api и в принципе по его просто трансформировать формат прометеуса можно из своего в принципе он вот наш железный человек в команде которые собирается с забегса переходить на прометеус он принципе такие вещи и будет делать то есть естественно что никакой никакой линуксовым машина в формате прометеуса метрики про свои степью не будет отдавать то есть там есть специальные адаптеры специальные агенты которые это собирают вот эти вот вот эти метрики собирает и просто их складывать прометеус да ну и в эту же сторону вопрос как раз про управление версиями то есть если нету необходимости завязываться под конкретно то есть адаптер как можно управление версиями если мы меняем играет управление версиями чего и 5 если мы используем пул для прометеуса если у нас изменяется в одном из микросервисов из тысяч микросервисов изменяется код ну вот я могу я могу на демке жалко это не не показал но в принципе там это там было любая метрика в прометеусе она состоит из 3 3 частей time stamp да то есть когда на что-то случилось это имя метрики до четырех частей какие-то теги то есть к нему можно приделать не таки лейбла называется это это простая структура какие велию по которым можно фильтровать потом и собственно сама циферка само значение и вот эти лейблы можно использовать например для того чтобы сохранять номер версии то есть это поменялось задеплоил снова приложение у тебя поменялся лейбл в более того такие системы графа на поддержку красивый инструмент визуализации как она аннотации когда смотришь на такую длинную простыню то суду метрик на такая хоп такой столб и типа и тут написать 128 и только с мужиком метрик упал а потом опять нагружается да и ты 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 отловил момент диплоя и если говорить про версионирование самих метрик но в принципе вот и есть все что есть то есть есть и есть им и на именование метрик до поэтому важно давать прозрачные имена этим метрикам то есть если это сервис такой-то google pink duration то вряд ли он у вас это какой-то момент времени в этом станете как-то по-другому его считать то есть у вас скорее всего если вы поменяете семантику этой метрик у вас имеют и метрики поменяется да там единицу поменяете единицу измерения там секунда миллисекунд у вас там суффикс поменяется там duration подчерк секунд на подчерк миллисекунд поменяется и как вы это будете у себя это на чартах делать я тоже не знаю поэтому я так думаю что такое не часто делается миграция метрика это конечно звучит не очень хорошо сейчас за питание ну я он стенд запустил в докерах а продакшен нас разный есть чуть-чуть докеры чуть-чуть много на винде много на линоксе просто вопросы он будет мы закинчиваем супер отлично спасибо